Привет, друзья! На этом начинается мое немецкое путешествие в Берлин. Конечно же, это бизнес-трип, но все же, я думаю, будет интересно, по возможности буду снимать. Кстати, это моя новая камера GoPro Hero 4, она у меня появилась, и теперь мои влоги будут более лучшего качества, хорошего звука, и думаю, панорама тоже здесь красивая. Мы летим уже целую часть, я отрубилась сразу. Ну вот, что без мяса у нас здесь нет. Кекс, кекс и стакан. Здорово, можно подухнуть от сахарного диабета. Пришло пополнение в виде кофе с молоком и воды. Я вообще в сонном состоянии не разобрала, что это был ни кексабурка. И еще плюс шел плавленый сыр по зиде и маслица сливочная. А сейчас произошел такой инцидент, и у меня сюда упал кусочек плавленого сыра. Давайте его вылавливать. Фу, мерзко. Он распался на две части. Как может быть только у меня. Ну все, вторую часть придется проглотить. Посмотрите, как нас шинает. Ужас, у меня кофе разливается. Какая-то немножко зона турбулентности. Мы приземлились в Санкт-Петербурге, в аэропорту Пулково. У меня самый крутой ряд, самый последний. Сейчас будем стоять в большую очередь. Это еще цветочки. Вот здорово, я уже снова прошла паспортный контроль, проверку и иду по дьюти-фри. Еще немного, всего 2 часа и 40 минут, и я уже буду в Берлин. Зачем я туда лечу, я расскажу немного позже. И, наверное, ничего брать не буду. Для меня странно немного меня здесь понимают. И я снимаю, но, в принципе, пофиг. Я их вижу первый и последний раз. Я не могу поверить своим глазам, что здесь до сих пор есть Фрайдейс. Не знаю, вам видно, нет. Потому что его у нас давно нет. Камчатка. Вот так выглядит Пулково внутри в Санкт-Петербурге на международной рейсе. Берлин, встречай. Ну вот мы в Берлине. Вот такая красота вокруг. Сейчас мне ждать 4 часа. Вот. Чем-нибудь буду заниматься. Может быть, перебушу и вас с собой возьму. Вот я и в Берлине, как я уже говорила, я прошла паспорт на контроль. Получила чемодан. И сейчас мне нужно ждать 3 часа. В аэропорту я решила взять себе попить. Попить, кушать я не хочу. У меня есть яблоко и банан с собой, мне мама прошла. Вот такой напиток. Видите? Он состоит из банана, яблока и шпината. Он зеленый, очень красивый. И кофе латы макьято. Вот. Я буду сейчас добавлять, если что, еще молока и сахара, кофейня. Вот продаю всякие сэндвичи и так далее. Ну, в принципе, как и всегда. А теперь расскажу, что же я здесь делаю. Я поехала не отдыхать. Я поехала по бизнес-трип. То есть по работе. Как в прошлом году я ездила в Италию на неделю. И переводила папиному сотруднику. Потому что он не знает английский язык. И в этом году я тоже поехала с этой целью. В этом году тема кардиохирургии. Я буду переводить 5 дней по этой теме синхронно. Сейчас я еще буду готовиться немножко. Сегодня так как воскресенье. Сейчас только пол 11. И вот мне до пол 2 ждать теперь нужно его. Для того, чтобы мы вместе поехали в отель. А после я не знаю, что буду делать. Ну, сейчас я знаю, что я буду пить кофе. Перелеты прошли нормально. Я спала все время. Поэтому, может, у меня не очень хороший день. Вот. Снимать мне не стыдно. Потихоньку привыкаю. Ну, вот. Теперь я сижу как дурак. И сидела в кофейне с минут 40. Выставила фотографии. Вот очень хорошо ловит интернет. Но, как всегда, найдется одно но. Но такое, что у меня всего лишь 30% зарядки. Ждать мне еще 2 часа. И как-то нужно, в общем, с этим ужиться. И я заметила, что нигде в аэропортах нет зарядок. Розеток, где можно заряжать. Здесь, помню, когда мы в Лондон летели, был такой отсек, где даже были зарядки на все телефоны. Вместе с розетками. Можно было подходить и по очереди заряжать. А здесь даже розеток нет. И много где. Я вот хожу по углам с Китая и сищу. Вот сижу, в общем, на чемоданах. Думаю, сейчас пойду, пройдусь, схожу на второй этаж. Потому что здесь есть второй этаж. Слежу за объявлениями. Как вам вообще моя новая камера? Вот приблизить я здесь не могу. Только вот так вот можно посмотреть. Радости полные штаны. Я нашла розетки. Я обошла первый и второй этаж. И около одного туалета я нашла две розетки. Одна, видно, не работает. Или мне так показалось, но вторая работает. И, надеюсь, меня отсюда не выгонят. И я вот здесь встала в уголке около мужского туалета. Смотрю в окно. И с зарядкой уже намного веселей. Уже у нас 5 часов вечера. Мы вышли из отеля. И пришли прямиком в ресторан, который называется... Я забыла, как. Mon Ami. Ami. Что это такое? Вообще, это итальянская пиццерия. У них в меню названия на итальянском написаны. А описание на немецком. Отлично. Ну, в принципе, все понятно. Я пью вино. Я пью вино. Это хватит. Это на ютубе будет. Я пью вино шардоне. Вот. И сейчас буду кушать пиццу фунги с грибами. Так что, кто кушает, приятного аппетита. Принесли такую пиццу с грибами. Пицца кон фунги. И я попросила еще острый соус. Принесли вот такую штуку. Смотрите. Как это называется? Как? Ну, скажи быстрее. Аджик. Форт. Опель. И еще что-то. Я уже не помню. Ух ты! Какой красивый парк. Смотрите. Мне напоминает сразу детство. Очень красиво. Кусты ухоженные и постриженные. Это кладбище вообще кто-то снимал. Серьезно. Это кладбище оказывается. Вот это да. Так заброшено. Смотрите. Заброшенные заборы. Ой, смотрите, лодочка. Да. Лодочка и река, но мы не знаем как она называется. Мы не очень. Ух ты! Это что-то невероятное. Мы уже пришли почти до отеля. Хочу показать вам мой номер. У меня вот такой номер с интересным ключом. Видите, на пятом этаже. Я живу такая крутая, высоко высоко. Тут очень вкусно. Мне сразу воспоминания, которые близки мне приходят на ум. Вот здесь зеркало. Видите? Там туалет и ванна. Кстати, очень симпатично выглядит. Вот так, смотрите. Телевизор. Старшеры. Розетки. Мне только не нравится, что около кровати нет розетки. Хотя, если есть старшеры, где-то внизу есть и розетки. Вот, посмотрите. Вот так. Здесь я одну уже разобрала, потому что я уже немножко поспала тут часть. Здесь вам хочу показать. Смотрите, что они кладут на каждую кроватку. Видите? Это мишки Ганни. Я помню просто Чехию, когда клали на подушечки маленькие шоколадки. Но вот в Италии ни разу такого не видела. А здесь кладут. И очень мягкие кроватки. Очень мягкая перина. Представьте, у меня две кровати. Я могу их соединить и спать одна. Вот. Я еще не запомнила, как называется наш отель. Мини-бар есть. Видите? Тут всякие орешки, пиво, кола. Соки, спрайт, мой смузи недопитый, водичка, джентоник, по-моему. Но я особо не смотрела. Сейчас буду досматривать фильм. Я смотрю фото за час. Вот. Потом пойду в душ. Буду готовиться к завтрашнему дню. Встретимся еще вечером. У нас на часах десять вечера, начало одиннадцатого. Я уже сходила в душ. Лежу в постельке. Готовлюсь потихоньку. Мои слова, которые я выписываю. Думаю, завтра втянусь потихоньку. Попиваю вот тоник. Долго пыталась найти алкогольный или безалкогольный. В интернете даже нашла. В общем, оказалось, как швепс безалкогольный напиток. Но он горький, как швепс. Вот. Придется пить, раз я его открыла. Кушаю фисташки. День был довольно насыщенный. Я очень устала. Но сейчас я позанимаюсь немного. И скоро уже пойду спать. Потому что вставать мне в семь утра. Вам я желаю спокойной ночи. Увидимся с вами завтра в следующем влоге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok